Дольмены стоят из кристаллов, а кристаллы в эти записана как раз мудрость предков. И вот даже сейчас, например, в центре компьютера, что в материнском платье, кристалл, во флешке кристалл, на кристалл записывается информация. И вот когда у человечества началось темное время, ночь сварага, тогда наши древние русские волхвы, мудрецы, они построили вот такие дольмены священные, и в них люди ушли в медитацию на вечность. И записали в эти камни мудрость предков. И еще возле дольменов кружатся духи людей, которые могут тоже воздействовать на душу человека и подсказывать ему в жизни правильное решение. У каждого дольмена здесь свое предназначение. И вот эти дольмены прошли сквозь тысячелетия для того, чтобы нам, людям, которые живут вот в это время, когда начинается духовное пробуждение, передать древнюю ведическую мудрость. Поэтому и я, и многие мои друзья здесь на дольменах почувствовали вот нечто особенное в душе. Очень такое радостное, теплое, доброе. Вот. И очень много людей сюда, тысячи приезжают на фестиваль. И я вас тоже радостно приглашаю сюда приехать, приобщиться к святыням, чтобы в жизни перейти на новый уровень понимания, на новый уровень осознанности. Мы сейчас находимся в долине реки Жане на дольменах. Здесь каждый год проходит очень большой фестиваль славянский, фестиваль восхождения, куда приезжают люди со всей России, Украины, Белоруссии, Европы, для того, чтобы прикоснуться к святыням Руси, к дольменам. Дольмены каменные стоят здесь с незапамятных времен. И вот люди, многие чувствуют здесь особое состояние. Я тоже, когда первый раз приехал, у меня вообще такие температура поднялась, огромные такие видения были, мощные, стильные такие, будоражащие. Здесь у меня очень сильно открылась родовая память, я даже отсюда уехать не мог. Приехал на одно время и остался еще в два раза больше, потому что я там все дела дома поотменял, потому что настолько вот эта духовная вибрация здесь сильная такая. Здесь люди прямо на дольменах проводят разные встречи, медитации, успокаивают свой ум для того, чтобы душа открылась и люди смогли почувствовать свой внутренний мир. На Руси у нас всегда был культ священных камней. Такие священные камни здесь и есть, здесь дольмены в Краснодарском крае, и они есть по всей Руси матушки. Самый известный священный камень, Синь камень, находится на Плещеевом озере. К нему тоже приезжает очень много людей и получают определенные откровения, посвящения. Я там тоже был, мед, пиво пил. В Москве, в Коломенском очень сильные камни, которые влияют на судьбу всей России. И эти камни, они распределены, они держат определенное такое информационное поле. И людям, для того, чтобы вспоминать вообще, зачем мы родились, какое у нас предназначение, куда идти, с кем идти, надо обязательно периодически вырываться из этой суеты, сует городской жизни, приезжать сюда, к священным камням, на природу, к тишине, к чистоте. И прислушиваться здесь и к самому себе, к своей душе, к голосу сердца, и к мудрости, которую передают дольмены. Но эту мудрость можно воспринять только, когда человек вначале поймает внутреннюю тишину. Послушает деревья, птичек. И есть один для всех, один для всех язык божественных воззваний. Из сотканон, из шелеста листвы, из пенья птиц и волн, имеет запахи божественный язык и цвет. Бог этим языком на просьбу каждого и на молитву, молитвенный дает ответ. И вот, услышав эти звуки природы, звуки Бога, можно потом и услышать только дольмены. И дольмены очень часто стоят возле рек. И здесь тоже у нас дольмены находятся возле реки Жане. Жане – это река «Жизнь наша». И вот как раз в древнеславянской мифологии считается, что все реки берут начало из-под камышка аллатыря. Все реки живой водой и мертвой. И действительно мы здесь видим и камешки, и реку. И вот она живая мифология славянская, которая воплощается здесь. Потому что, конечно же, прежде чем еще прикасаться к дольменам, надо искупаться в реке. Смыть с себя весь вот этот информационный мусор. Вода – веды. И вот люди, когда находятся в искусственном информационном пространстве технократического мира, городского мира, он засоряет свое сознание вот этими лишней информацией и лишними знаниями. И когда мы с головой окунаемся в реку Жане и в другую реку, горную, дикую, вся вот эта лишняя информация смывается. Остается чистота. Остается священная пустота. И в эту чистоту и пустоту уже могут влиться знания дольменов. И очень важно понимать, что человек – это наполовину животное, наполовину Бог. У нас есть божественное начало, есть животное. И оно должно между собой подружиться, два этих начала. И они должны быть сбалансированы. Никакое начало нельзя в себе подавлять. Поэтому познание живого природного мира, оно идет чувствами. Человек должен чувствовать камешки своими руками. То есть передача мудрости идет еще, когда мы ладонями именно прикасаемся к дольменами, голыми стопами прикасаемся или прикасаемся телом. Вот так. И вот здесь как раз можно поймать эту гармонию своего животного и духовного начала. Потому что на фестивале мы еще проводим танцы, хороводы, игры. Здесь тело испытывает вот эту телесную радость, движение, гармоничного движения в танцах, хороводах. Мужчины, женщины, молодцы, девицы, все вместе кружатся, держатся за руки, плюс-минус. Выделяется электричество. И происходит вот это состояние, когда душа поет, душа раскрывается. И вот именно в состоянии раскрытой души стоит приходить к дольменам. Потому что только в открытую душу можно передать важную нашу мудрость предков. Здесь надо уметь сочетать. Именно состояние спокойствия, тишины, когда ты вот так спокойно сидишь на дольменах, в тишине, в неподвижности телесной. Прикасаешься к этой чистоте и святости дольменов, этого места, природы, духов дольменов. И периодически надо обязательно ходить купаться. Периодически надо обязательно танцевать, прыгать, бегать, активно участвовать, чтобы по телу двигалась кровь. Тогда вот эта мудрость, сокровище светлых отцев, кровь щедра, она по телу красиво вот так распределяется. Добрые молодцы, красные девицы, приглашаю вас всех приезжать на дольмены, на священные камни Руси, для того, чтобы встретиться там с самим собой и получить мудрость предков, придачу. Продолжение следует...